Генеральный партнер программы – торговая группа «Абсолют». Официальный партнер программы – строительная компания «Бургражданстрой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На пятницу на площади Советов буквально за несколько часов в республике сменились два министра, ушли с постов председатель пенсионного фонда и лидер «Единой России». Но обо всем по порядку. Министр здравоохранения Бурятии написал заявление об уходе по собственному желанию. Добинима Самбоя заведовал медициной в республике всего два с небольшим года. Но за это время его ведомство потрясло множество скандалов и расследований. Самое громкое – это дело Захара Котенко. Ребенок скончался после лечения в одной из больниц Улан-Удэ. Трагедия получила огромный резонанс. Возможно, чиновник не справился с прессингом общественности. Сам экс-министр причины своего ухода не комментирует. Ему на замену прочат Евгению Лудупову, главврача республиканской больницы Минисимашко. Вслед за коллегой правительства Бурятии покинул Вадим Кантор, министр природных ресурсов. Он руководил ведомством буквально полтора года. На его место рекомендует бывшего сити-менеджера Улан-Удэ Алексея Хандархаева. На сайте правительства Бурятии сообщают, что кандидатура поддержана и уже проходит процедуру согласования. Еще одна громкая отставка. Вице-спикера Народного хурала Баира Жамбалова исключил из партии Генсовет Единой России. Решение единогласное. Все это – отголоски резонансного ДТП в Батурино. Ирина Яровая, зампред Госдумы, добавила, что отстранение от должности и исключение из партии – это довольно гуманные меры. Александр Хинштейн, зампред Госдумы по безопасности и противодействию коррупции даже осудил Жамбалова. Событие произошло 5 января. Какое-либо публичное заявление Жамбалов сделал только 12 января. Причем заявление не вызывает доверия. События происходили на федеральной трассе. Если бы он хотел спасти девушку, а это можно было сделать, он мог позвонить министру здравоохранения региона, начальникам ГИБДД и в МЧС республики. Исполнять обязанности главного единоросса до проведения конференции назначили депутата Народного хурала Батора Цибикова. И последнее, но не по значимости, уходит в отставку глава Пенсионного фонда Бурятии Евгений Ханхалаев. Он возглавлял ведомство более 15 лет. Как сообщают СМИ, решение чиновник принял еще минувшим летом. Официально кресло председателя Евгений Ханхалаев покинет 21 января. Отметим, это один из последних управленцев эпохи первого президента Бурятии Леонида Потапова. И уже известно, кто заменит Евгения Ханхалаева. Это его действующий зам Клементий Шамоев. Сам Ханхалаев станет его советником. Новому руководителю предстоит справиться с большим наплывом родителей. Напомним, на этой неделе президент России поручил выдавать материнский капитал не только за второго ребенка, но и за первого. К нам придет большее количество людей за этими суммами, за сертификатом, а потом за распоряжением. И мы должны быть к этому готовы. Я очень надеюсь, что те наработки, которые мы здесь закрепим, которые обсудим, они позволят все инициативы президента в кратчайшие сроки нам реализовать. Мероприятие, которое сегодня проводится по Ленинскому фонду в республике, это в первую очередь по маткапиталу, сокращение сроков, рассмотрение заявок, повышение качества обслуживания, повышение доступности, ну и в целом повышение качества взаимодействия с семьями, для того, чтобы это было наиболее быстро, комфортно и удобно. Материнский капитал теперь выдают из-за первого ребенка, родившегося после 1 января 2020 года. Родители получат 466 тысяч рублей, а бонусом на следующее чадо еще 150 тысяч. Красота, здоровье, молодость. Мало кто знает, но таков неофициальный слоган КСК за ММК. Правда, слово «молодость» уже пора менять на опыт. В этом году культурно-спортивному комплексу исполняется 30 лет. В честь круглой даты здание посетил и его первый директор Анатолий Мадагоев. Что изменилось с того времени, смотрите в следующем сюжете. Короче говоря, в то время, это 87-й год, не было разрешения за строительство таких сооружений, спортивно-социальных. Я говорю, давай, Клим, под видом свинарника или коровника, вернее, проект вроде, делай. И под этим делом я начал проектировать. Ну, обложка была коровник, а внутри-то спортивный зал. Кто бы мог подумать, но в итоге этот коровник десятки лет считался одним из главных спортивных комплексов города. В 92-м году здесь проводился знаменитый матч Россия-США по вольной борьбе, где бурятские спортсмены забрали почти все награды. Как тогда, так и сейчас зала КСК пропитана спортом. Что у нас сейчас занимается? Это, значит, Федерация художественной гимнастики, Государственный цирк Республики Бурятия, Федерация мини-футбола, значит, волейбол, это клуб ветеранов, это, как я уже говорю, школа искусства, это спортивная школа номер три со своими секциями. Для спортсменов здесь удобно, душевые, раздевалки. Все востребованы. В этом году мы запланировали полностью заменить основное покрытие игрового основного зала. То есть мы будем менять полы. КСК 30 лет, 30 лет их не меняли, все в заплатках. Полы ходят, водят, спортсмены жалуются, поэтому надо удовлетворять потребности. Значит, отремонтируем кровлю, безусловно, потому что она течет. Нужно делать что-то нам с этими киосками, павильонами, которые, на мой взгляд, портят вид и закрывают основную фасадную часть. Все-таки проспект строителей – это такая магистральная дорога, и хочется, чтобы и вид фасадный был у комплекса, и заманил сюда. Ну и архитектурно хорошо смотрелось. И мы как раз прошли мимо знаменитого туалета. Вот можете вспомнить эту историю. Вот сейчас как стоят дела с ним? Ну, а бесплатный туалет? Туалет, туалет, абсолютно бесплатный. Люди трудятся, люди работают. Люди больше не платят за туалет. Сегодня Анатолий Андреевич, он прекрасно нас окунул в историю и вспомнил, что именно в конце 90-го года комплекс вздали в эксплуатацию и уже первый Новый год отмечали здесь, в большом игровом зале. Мы с коллегами подумали, что это все равно нужно как-то отразить и обозначить наши планы на перспективу, чтобы заявить о КСК. Я думаю, что это правильно. Правильно поставил цель. Любые спортивные. Я детские спортивные школы применил. Я бесплатно их сюда пускал. Ребята молодые, школьники. Короче говоря, я думаю, что планы Юрия Павловича он воплотит. Я понял. И желаю успехов. Всяческих успехов тебе, дорогой. На этом наши новости не заканчиваются. Продолжим выпуск после рекламы. Оставайтесь с нами. Смотреть всем шок-контент. Новые программы в эфире АТВ. Такого вы еще не видели. Абсолют радует вас сотнями видами вкусных колбас. Колбаса Армавирская Усолье. Со скидкой 34%. Всего 99,99. Абсолют гарант низких цен. В Бурятии впервые вручат народную музыкальную премию. Звезды эстрада поборются за звание лучших артистов. Идет интернет-голосование за выбор песни года, лучшего дуэта и лучшего видео. Подробности у Садном Ирденеева. Музыка 80-х и 90-х. Ностальгия по тем временам. Но это все новинки бурятской эстрады. Выпущены в 2019 году. Такой премии в Бурятии еще никогда не вручали. Мы проводим первый народный музыкальный хит-парад Бурятмюзик. Это что-то подобное золотому граммофону или премии Муз-ТВ. У нас в Бурятии просто не хватает подобных проектов. Поэтому мы решили провести такое мероприятие. География конкурса представлена не только нашим регионам. Участники поют на всех диалектах бурятского языка. И проживают в России, Монголии и Китае. Отсюда традиционные песенные мотивы степных народов в современной аранжировке. Возглавляет оргкомитет премии Алагуй Егоров. Он основатель паблика Бурятмюзик. И сам участвует в качестве рядового конкурсанта. Поклонники артистов могут голосовать в соцсети ВКонтакте. Нешуточная борьба разгорелась за звание лучшего дуэта. С разницей в пару голосов время от времени друг друга перегоняют дуэты Зарикто и Нонна Тагачеева против Тимура Болотова и Сысек Аюшеевой. На сегодняшний день в номинации «Лучшая группа» лидируют девушки из Лакетон. Урак Ша отстают буквально на несколько голосов. Лучшим хип-хоп-рэп-артистом пока становится Алдар Дугарон, более известный как Алихан Дзе. В номинации за вклад в развитие эстрады лидерство у композитора Цирена Шиженемаева, автора знаменитой песни Турушин Дуран. В номинации «Песня года» сегодня занимает первую строчку Байерма Тудупова с песней «Эхын Урел» – песней любви и благодарности маме. Каждый желающий может проголосовать в паблике «Бурят Мьюзик». Ссылки на нашем сайте. Голосование протлится до 31 января. Садном Иртынеев, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. Итальянцы подняли пятничное настроение россиянам. Полюбившиеся герои ютуб-проекта «Куцно» на этот раз попробовали бурятские блюда. Шулен, бузы, саламат и шоколад из Улан-Удэ. Наслаждайтесь просмотром. «Бурят Мьюзик» Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 В этой программе мое дело, как у меня бабушка говорила, подсудыркивать. Программа для людей, в первую очередь, для наших жителей нашей республики, нашего города, чтобы они могли ездить по родной республике и узнавать столько нового. Я для себя вчера очень много нового узнал лично. Но об этом только в программе. Какой у тебя один маленький спойлер? Щи с грибами. Он говорил про щи с грибами. Мы от них вообще в восторге. Просто щи с грибами я никогда в жизни не ела. Я даже не представляла, что можно готовить щи с этим лесным продуктом. Еще там были лепешки, которые выпекают из-за муки, которую производят в этом же селе. Ну, блин, это вообще уникальное, мне кажется, село такое. Было клево. Смотрите все в четверг в 21.00. Катя и Головар. С грибами лицо все будет, да? Не читаем презентации, где написано прямым текстом. На камерный свет запрещен в отсутствии других источников освещения. Хорошо, давай жалюзи откроем. У вас тоже запускается в следующей неделе передача. Это будет передача интервью. Первая серия выйдет с Ольвом Бардамовым. Что за передача? Чем отличается этот формат интервью от других многочисленных передач интервью? Будет серия интервью про таких городских, тут сложно даже слово подобрать, что-то среднее между чудаком и героем. Это люди, которым на роду написано быть кем-то, а они стали совсем другими. Ну вот Лев Бардамов, например, родился в деревне глухой в Иркутской области. Сирота, там с 10 лет живет один, с 13 лет сам себя обеспечивает. Занимался спортом, бизнесом. В какой-то момент у человека что-то щелкнуло в голове, он стал собирать предметы искусства. Мне, я хочу просто понять природу вот этого щелчка. Среда 20-30, ну и потом в ротации достаточно часто в течение двух недель, а через две недели выйдет еще новая серия. Самый полезный навык зимой, как ни странно, плавание, а потянутые фигуры и улучшение здоровья еще и бонус. Почему лучше всего начать именно сейчас, знает Саном Ирденеев. Все, спускаемся аккуратно в воду. Гуски убираем. Плава не нужно абсолютно всем, считают инструкторы. Ограничений в возрасте нет. В бассейн ФСК можно прийти и начать заниматься уже с 7 лет. Начинаем мы обучение с 7 лет. То есть ребенок с первого класса уже может к нам прийти и записаться в группу. В среднем в группе у нас не больше 15 детей. Я изучила 4 стиля. Это кроль, кроль на спине, брас, бетерфляй. Плавание, мне кажется, по моему мнению, укрепляет иммунитет, укрепляет здоровье. Я думаю, что плавание развивает легкие, потом развивает мышцы ног и рук. Я, наверное, могу при установке проплыть 400 или 500 метров, кроль на груди или на спине. Для ребят занятие – это уже спортивная секция. Вместе с детьми начинают ходить и родители. Взрослые, как правило, выбирают индивидуальные или парные занятия. Так раньше ходили без тренера просто, ну, редко. А так уже, а сейчас уже постоянно стабильно. У нас сын ходит, ему 9 лет, он уже третий год ходит. Ему очень нравится, участвовал в местных соревнованиях уже, призовые места заработал. Вот, и нам очень нравится, мы на него посмотрели и тоже с женой начали ходить периодически сюда. Вот, и скоро маленькая пойдет у нас. Занятия у нас бывают как групповые, так и индивидуальные. Курс у нас рассчитан на 3 месяца, это минимальный курс. Это 24 занятия, 2 раза в неделю, по 45 минут. Набор в группы проходит ежемесячно. Записаться и узнать все подробности можно по телефонам, которые вы видите на экране. Аюна Чертарова, Николай Дулубаев, телекомпания АТВ. Не успеем обернуться, а уже скоро лето. Мы знаем один из верных способов обрести фигуру мечты. Теперь не нужно лететь через Иркутск. Красоты южных стран можно увидеть, вылетев из Уланденского аэропорта. Это особенно удобно для семейных пар с детьми. Тысячи пассажиров уже оценили достоинство перелетов. На самолет Аншлаг. Первые рейсы, которые улетели в Таиланд и благополучно вернулись, слава богу, у нас полные. Самолет, хотя и очень большой, 343 места, но мест, стопроцентная загрузка, мест нет. И это говорит о том, что наши пассажиры проголосовали за этот рейс. Добраться до морских пляжей, комфортабельных гостиниц и бассейнов возле океана теперь проще простого. Границы открываются. Мир становится ближе. Летом новые популярные направления. Зиму и весну мы будем летать в Таиланд. А вот летом, барабанная дробь, я думаю, что мы будем летать либо во Вьетнам, либо в Анталию. А все, конечно, будет зависеть от последующих рейсов, но даже первые рейсы показали то, что рейс нужен, востребован и популярен. Пассажиры подтверждают, что время прохождения государственной границы и таможенного контроля в Улан-Удэ быстрее. С 1 января начались субсидированные полеты в Новосибирск. Льготникам билет стоит 2500 рублей. Планируется прямой рейс из Улан-Удэ в китайский город Хайлар. Ведутся переговоры о расширении воздушного сообщения с Южной Кореей. В августе начнутся полеты в Японию. Увеличится частота рейсов в Читу. И в Иркутск лететь самолетом не только быстрее, но даже бывает выгодно по цене. Машина 2500, железка 1500 и около 2500-2500 это самолет. Я думаю, что в таких условиях люди, конечно же, выбирают самолет. Самый быстрый полет до Иркутска из Улан-Удэ занимает 26 минут. С одном Ирденеев, Константин Гармаев, телекомпания АТВ. На этом у меня все. Отличных вам выходных и не простывайте после крещенских купаний. БРТ. Ведущий застройщик Бурятии. Квартиры без посредников. Подробности по телефону 22 22 50.